Пожар унес жизни трех малолетних братьев. Их мать получила ожог и отравление дымом. Трагедия произошла сегодня ночью в рабочем поселке Уральский Нытвинского района Пермского края. По данным следствия, в ночное время 21 октября в квартире жилого дома по улице Северная в поселке Уральский Нытвинского городского округа Пермского края произошел пожар. В ходе тушения пожара обнаружены тела трех малолетних мальчиков. В момент возникновения пожара дети находились в квартире одни. Трое мальчишек, одного, трех и пяти лет, воспитывались 25-летней матерью. Как сообщает Пермский городской портал 59.ру, молодая женщина имеет группу инвалидности и никогда не работала. Несколько месяцев назад в результате развода многодетная мать осталась одна. Состояла на учете в соцорганах, как нуждающаяся. Семья жила на пенсию матери и детские выплаты. Также внукам помогали их бабушка и прабабушка. Несмотря на бедность, по словам соседей, дети всегда выглядели ухоженными, одетыми, по погоде и веселыми. Относительно отсутствия их матери в момент трагедии существует две версии. Согласно первой, женщина все же была в квартире с сыновьями, но проснувшись в момент пожара, в панике выбежала из дома. По другой версии, матери в момент возгорания дома действительно не было. Однако и в том, и в другом случае очевидцы утверждают, что, заметив огонь, женщина бросилась в квартиру, но помочь своим сыновьям не смогла, так как получила ожоги, сожгла волосы и надышалась дымом. С места происшествия ввезли на скорой. К сожалению, ни один официальный источник не сообщает, в какое время произошел пожар. Ночь на Урале в это время года начинается уже с 7-8 вечера и продолжается до 8 утра. Также нет сформированной версии причин пожара. Следователями территориального следственного отдела с участием следователей-криминалистов проводятся осмотры места происшествия. Допрашиваются очевидцы, назначаются и проводятся необходимые судебные экспертизы, по результатам которых будут установлены причины пожара и гибели детей. Двухэтажный дом в поселке Уральский был построен в 80-х годах прошлого века. Он считается довольно новым, а отнюдь не аварийным, как многие могли бы подумать. В доме 8 благоустроенных квартир. Газа и горячей воды нет, но есть электричество, водопровод и центральное топление. Огонь уничтожил квартиру на втором этаже, часть лестничной площадки и часть кровли, всего 140 квадратных метров из 567 имевшихся. Так что нуждающимися в социальной помощи сейчас являются все 8 семей, живущих в этом доме. Администрация края организовала им продуктовые наборы и собирает заявки на другие виды помощи. Отопление и энергоснабжение дома пока отключены. Отдельно говорится, что в этом доме отсутствовала пожарная сигнализация. Для расследования причин и обстоятельств трагедии Следственным комитетом по поручению главы этого ведомства Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по части 3, 109 статьи УК РФ причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.